О чем хотелось бы сказать. Действительно, модератор правильно, наверное, отметил, что 5, 7, 8, 10 лет назад все уже знали, что такие сервисы есть, АТТ-шные, но, скорее всего, они были такие местечковые, маргинальные и для нищих. И позиционировались ровно так же. Поэтому, если бы 7 лет назад или 10 лет назад было бы вот так, как сейчас озвучена тема моего выступления, она бы вызвала, наверное, больше смеха. Почему? Потому что, если бы 7 лет назад спросили, не видите ли вы рисков в том, что ваша voice over IP-телефония вдруг станет ненадежной. Все бы посмеялись, сказали, что она ровно такая и есть. Ее такое родили, чтобы она была ненадежной, но дешевая. Сейчас то, что мы видим на примере крупнейших игроков этого рынка, того же самого Ванга, многие компании ничего больше не имеют для своих, в том числе и корпоративных коммуникаций, как АТТ-шные сервисы. Соответственно, все стало с ног на голову, и ОТТ, наверное, можно уже точно сказать, победила в этой битве трубы и контента. Победил, наверное, все-таки контент, по факту. Реванш возможен, как было сказано в Барселоне, но пока, наверное, победил контент. А как только сервисы ОТТ-шные превратились из маргинальных в критические, в том числе и для бизнеса, соответственно, и болезни из детских превратились уже во взрослые. Это слайд говорит о том, что несколько лет назад, а сейчас особенно обострилось понимание того, что сервис, пардон, в ОТТ-шные в целом, должен быть непрерывным, 24 на 7, 365. Он должен быть массовым, он должен быть доступным всегда, и нарушение одного из этих условий ведет к тому, что тот или иной вот этот сервис становится невостребованным или неконкурентным на рынке. Один из вопросов – это обеспечение устойчивости сервиса, в частности, от воздействия не имеющих четко выраженных сигнатор, а именно в простонародье ДОС-атаки, ДОС-атаки и все, что угодно, что нарушает именно сетевую устойчивость. Я не говорю здесь про защиту информации, а именно говорю о сетевой устойчивости. Для того, чтобы это обеспечить, нужно контролировать целый ряд параметров, нужно обеспечивать сетевую связанность, нужно понимать, где находятся пользователи, кто с кем взаимодействует, для кого ваш ОТТ-сервис является целевым, с какого это региона, с какой автономной системы, какая латентность по доступности этого пользователя и так далее. И нужно оперативно выявлять проблемы, нужно не ждать, пока вам позвонят в отдел обслуживания и скажут, что, вы знаете, а ваш ОТТ-сервис, например, не работает. Конкретно я и наша группа компаний столкнулась с... Ну, это как там реклама, пропустим. Столкнулась с серьезно поставленной перед нами коммерческой задачей. В 2014 году задачу ставила МТТ. Как вы знаете, Межрегиональный Транзит Телеком на сегодняшний день, наверное, самый успешный игрок на этом рынке с точки зрения набора пользовательской базы по voiceover IP решения. Более 400 тысяч новых пользователей, уникальных, появляется в компании устойчиво месяц к месяцам. Сервис тоже известный, загружается с любого портала, называется Magic. В разных реинкарнациях, как для бизнеса, так и для частного пользователя. 6,7 миллиарда минут трафика, 35 миллионов абонентов на сегодняшний день. Я вот хочу сказать, что это уже, знаете, непонятно уже, over the top. Это вот с какой стороны посмотреть, да, что, может быть, уже транспорт является тем самым over the top, да, через voiceover IP. Но, тем не менее, вот реальность вот такая. И что выяснилось? Выяснилось, что самый уязвимый элемент инфраструктуры – это session border controller. То есть то, что стоит на границе сети, где происходит авторизация пользовательского соединения, отбрасывается фрод и так далее. Значит, выяснилось, что в день проходит несколько сотен атак на эти самые уязвимые элементы инфраструктуры, что влечет за собой прерывание сервиса. Пропустим этот слайд. И в конце 2014 года была реализована на национальном масштабе система защиты тех самых session border controller, обеспечивающих непрерывность функционирования OTT-сервиса в виде voiceover IP-телефонии, устойчивость от целого ряда кибератак, направленных на дестабилизацию работы сети. Вот этот слайд, наверное, он самый актуальный. Это последние 24 часа. Вот эти красненькие вот эти вот штучки – это как раз доз-атаки на высокого уровня опасности. Вот то, что мы видим за 24 часа. Ну, конечно, МТТ – это не маленький оператор у ТТ-сервисов, это крупный, национальный, даже международный игрок с присутствием во многих странах мира. Но, я вас уверяю, интенсивность, интенсивность – это понятие более-менее стабильное для… Или величина интенсивности атак, оно будет стабильна для меньшего игрока в пересчете на там удельное число минут, или на количество SBC, или на там виды ОТТ. Оно более-менее стабильно так и продолжается. Только растет, если честно. Не отвечено пока на вопрос обеспечения устойчивости ОТТ-сервисов на уровне приложений. О чем идет речь? Что на уровне устойчивости сетевой инфраструктуры, наверное, системное обеспечение сетевой устойчивости существует. Но многие обычные явления в сети, а именно правильный, честный трафик, иногда распознаются как вредоносный трафик и убиваются. Для этого нужно более глубокое погружение в самих характеристиках работы приложения ОТТ-шного. Надо разбираться с профилями взаимодействия контрагента с центральной системой или контрагентами между собой, для того, чтобы более детально разбираться, воздействие это вредоносное, или это обычная сетевая активность пользователя, или это какой-то всплеск активности, вызванный каким-то явлением в социальных сетях, чтобы это не воспринималось как вредоносное воздействие. Вот с этим еще предстоит очень много работать. Я думаю, что по мере развития ОТТ-сервисов, их детализации и просто популярности, точно так же будут расти и количество атак, деструктивных воздействий, ну и, наверное, аналогичным образом будут развиваться и системы защиты.